Всем привет, я снова с вами, новая неделя впереди и конечно хочется всем пожелать только хороших новостей, прекрасного самочувствия. Вот меня сейчас ничто так не радует, как очередная встреча с вами, искренне говорю, потому что на данный момент, в нынешних реалиях, которые мне вообще не нравятся, вы и есть мой кислород. Я вам за это очень благодарен. Всем желаю хорошего настроения, приятного просмотра, обрываемся в новости, погнали! А начну я сегодня с Лободы, возможно многие уже видели новость на выходных, была о том, как Лобода выступила на проекте Грэмми, и многие не поняли, что же это значит. В общем, Слана Лобода на минуточку стала первой певицей из Восточной Европы, которая выступила в рамках международного проекта Global Spin, американской музыкальной премии Грэмми. Об этой премии мечтают все артисты. Она пела вживую свой хит «Ментор» на двух языках, английском и украинском, и написала следующее. Для меня эта новость большая честь и ответственность с радостью приняла приглашение выступать, и горжусь возможностью представить свою страну на столь масштабной мировой платформе. Ну а мы, конечно, ее поздравляем. Global Spin является проектом Национальной Академии Искусства и Звукозаписи Грэмми. Ну и у них цель какая – объединять мировое музыкальное сообщество, и если ты вписываешься в их настроение, рамки, то вот тебя приглашают, как это сделали Слободой. Сейчас где-то многие другие певицы, наверное, немножечко начинают нервничать по этому поводу. Но давайте так, не будем завидовать, просто порадуемся за Лободу. Это не значит, что ей дадут Грэмми, это значит, что Грэмми ее увидела, услышала. Они поняли, что она проходит по всем параметрам, и там обязательно условия нужно петь живьем. В общем, у Лободы хороший успех. Мои витания. Певец Веллбой решил очень интересно протроллить всех, ну, не всех, например, Олега Веника, потом Ханумака. Ну, это украинские известные медийные артисты, которые не находятся в Украине. Кто-то выехал в самом начале, кто-то потом. Ну, суть не в этом. Он начинает делать такой, знаете, ход конем. Пиар для того, чтобы привлечь внимание к своим концертам. Говорит, это Ханумак, он в Америке, а я в Виннице. А это Олег Веник, он в Германии, а я завтра в Виннице. Таким образом, сразу ссылочку кидает, смотрите. И по поводу Веника мне там писали некоторые люди о том, что Женя, вот там, ну, как бы многие же уехали, да, понятное дело. Ребят, вопрос не в том, уехали, приехали, выехали. Вопрос в третьем. Вообще, ну, как бы человек является главным певцом. Ну, по крайней мере, так до войны он был главным певцом среди мужчин в Украине, да. То есть он молчал, молчал, никаких комментариев не давал, ничего. Потом появилась история о том, что он там чуть ли не умирает, какая-то болезнь. Потом выясняется, что это все было выдумано. Ну, вот именно вот эта вся месть канитель, если ее сложить в один такой пазл, то немножечко не очень, да. То есть почему сейчас? Почему сейчас вот он вдруг вспомнил? Ладно, бог с ним, я так скажу. Хотите, любите, хотите, покупайте. Я не делаю никакую пропаганду или антипропаганду. Я просто высказываю свое субъективное мнение. И только, и помните, что мое мнение, это оно мое. У вас оно может быть иным и ничего страшного. Я ничего никому не навязываю. Для меня с этим человеком все понятно. Игорь Крутой впервые показал свою 14-летнюю внучку, которая проживает, нет, не в России, в Монако. Ну и в общем, что хочется сказать. Игорь Крутой молодец. Вы знаете, фамилия прям отвечает за все у него. Человек, который при этом, ну смотрите, хорошо себя чувствует в России. И всегда, в принципе, чувствовал. Не высказывался ничего по поводу войны. Наверняка, я уверен, что тоже его, наверное, скажем так, просили что-то сказать, поддержать. Но ему каким-то образом удалось ничего не говорить вообще. Потому что он однозначно против, он не поддерживает. Но публично, конечно, он об этом не говорит. Хорошо это плохо, тут уже каждый сам для себя пусть решит. Но сам факт, что вот, пожалуйста, вам наглядный пример. Например, оказывается, можно жить припеваючи, замечательно зарабатывать деньги дальше, да. Ну и при этом ничего не говорить, не становиться ни на какую сторону, а жить своей жизнью. Ну, Крутой, что тут еще сказать. А вот еще одна наша похудевшая звезда Кристина Агилера. Экстремальная, я бы даже сказал, похудевшая. Новая съемка в журнале «Гламур». Выглядит она потрясающе. Просто конфетка, знаете. Мне кажется, она как будто вернулась на 20 лет назад. Шикарная. Я надеюсь, только она остановится, не будет ее дальше нести. Потому что, глядя на некоторых артисток, которые экстремально продолжают худеть, мне кажется, они немножечко не чувствуют стопа. А вообще, конечно, Кристина Агилера молодец. Оказывается, режиссер сериала того самого нашумевшего слова пацана, тот самый Жора Крыжовников, будет снимать сериал по мотивам советского фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верить». В общем, главная героиня будет покорять, естественно, столицу Москву в России, но уже с ребенком на руках. Ребята, напишите, что вы думаете по этому поводу. Еще буквально немножечко новостей из жизни Ларисы Долиной. Мы уже так все детально, несколько выпусков подряд обсуждали. Единственное уточнение, смотрите. Вот эта информация касательно интервью с Гордеевой, я хочу вам внести ясность, если кто-то не смотрел мой стрим. Интервью у Ларисы Долиной было с Екатериной Гордеевой еще до войны. И сейчас на фоне всего этого хайпа, естественно, появляются какие-то шортс-видео, которые публикуются вот там сегодняшней, вчерашней, двухдневной датой. Это ничего не значит. Это старое-старое интервью. Нового интервью не было и, скорее всего, и не будет. Но в любом случае не будем забегать наперед. Вот время все расставит по местам. Мы не будем сейчас обсуждать всю эту ситуацию с квартирой. Просто скажу, что Лариса Долина молодец, она предприимчивая. Теперь вот в связи с тем, что ее обокрали мошенники, как она говорит, она стала жертвой. Она подняла свою цену на выступление. Раньше полтора миллиона за ее выступление, теперь четыре. Так что я думаю, в принципе, если по 30 концертов в месяц, то нормально, соберет, все будет хорошо. Ой, у Кевина Спейси тоже какая-то странная ситуация по типу Ларисы Долины, но не совсем. В общем, в чем суть? Лариса Долина продала квартиру, не съезжает с нее. Вот Кевин Спейси тоже, оказывается, съезжать из особняка не собирается, который он, кстати, сам тоже продал. Напомню, что Кевин Спейси обанкротился из-за тех судебных процессов о домогательствах. В итоге ничего не доказали, но, тем не менее, жизнь его превратили в сущиат и испортили, как только можно. Он был вынужден выставить на торги свой дом в Балтиморе, который купил во время съемок в сериале «Карточный домик». Кстати, сериал «Карточный домик», я вам рекомендую его посмотреть. Это вот просто лучше, что только могли снять про политиков. Там настолько в деталях и точно показывается вот сущность каждого политика, что вот лучше просто не придумаешь. Это идеальный сериал в этом жанре. Так вот, жилище приобрел его Сэм Асгарри, но не тот, который бывший муж Бритни Спирс, а просто полный его тез, когда такое бывает. Это Сэм Асгарри, который инвестор по недвижимости, чтобы вы не путали. И вот, значит, Сэм Асгарри, который инвестор по недвижимости, заявил в СМИ, что Кевин Спейси не хочет освобождать дом и просит пожить еще полгода без арендной платы. Но представителей Кевина Спейси это опровергают. И как к этому относиться, я тоже не совсем понимаю. А папарацци опять заметили Дженнифер Лопес у дома Бена Афлика. В день рождения Бена Афлика, который у него недавно был, она решила тоже к нему наведаться. Кстати, он праздновал свой день рождения с Дженнифер Гарнер, с Дженнифер Лопес. Ну, прям любит он Дженнифер. Осталось только еще Дженнифер Энистон туда еще позвать. Вот, и будет вообще замечательно. Ну, какой-то такой, знаете, Бермудский треугольник у них происходит. Непонятно, что из этого выйдет, но ситуация очень интересная. Следим, ребят, следим, как и что там будет. А Пелагея таки выиграла суд у бывшего муженька и добилась снятия запрета на выезд из России для дочери. Если кто-то пропустил, муж запретил выезд дочери. Что он хотел сделать этим самым, я не совсем понял. Он только навредил самой дочери. Ну, в общем, теперь 7-летняя Таисия сможет отправиться на отдых куда угодно с мамой после того сюрприза, который Иван Телегин обеспечил в аэропорту прямо перед вылетом. Была такая ситуация недавно. В общем, Пелагею удалось победить. Очень известная блогерша в Украине Умка. Если кто-то не знает, то ничего страшного, будем расширять наш кругозор, потому что, как кто скажет, ни одной глюкозой Пугачевой и Лолитой единой Тиной Кароли. Их много. Так вот, очень популярная украинская инстаграм-дива, блогерша Умка, она говорит, что она разочаровалась, знаете, в комп? Неожиданно. В Артеме Пивоварове говорит, что он слишком надменный, высокомерный. Вся вот эта его игра на публику, она не настоящая. В общем, была у них какая-то там очередная тусовка, она сделала с ним фото и хотела взять интервью, но он ей отказал еще и, в общем, так, это все демонстративно. Она зверхняя, кто кажут, ей-то не понравилась. Это зверхняя поводинка, она высказалась по этому поводу. Что мне тут хочется сказать? Да, я это знаю, и, в принципе, для меня это не новость. Но так я, кто кажут, ни на часе ничего не говорю. И вообще, мне кажется, каждый человек сам должен делать, как это, open eyes, да? Открывать свои очи, глаза и внимательно смотреть и присматриваться. Просто мы привыкли жить так. Ой, хорошая песня, классный мальчик. Глазки закроем, да, там, ладно, все остальное нам не важно, не интересно. Песня же хорошая, в общем, как-то так. Поэтому мне, в принципе, это все до одного места. Но Умка сказала, что вот Артем Пивоваров зазнался, зажрался и ведет себя, как будто он Майкл Джексон. Комментируйте, а мы двигаемся дальше. Киру Ярмыш и Марию Певчик внесли в перечень террористов и экстремистов. Вот вам новая информация, но я думаю, этот список будет продолжаться. Что от этого изменится, не совсем я понял. Вот, собственно, СК Беларуси начала заочное расследование против, на этот раз уже комика, Славы Комиссаренко. А его обвиняют в разжигании розни, оскорблении и клевете на Лукашенко. В пресс-службе ведомства говорят, что специальное производство по делу Комиссаренко было начато 15 августа. В 22-м году белорусская МВД объявила его еще и в розыск из-за шуток о президенте Беларуси Лукашенко. А шутить над ним нельзя. Ну, как вы понимаете, Слава Комиссаренко, как и Мария Певчик и все остальные, не находятся на территории своих стран. В СМИ появилась новость о том, что Барри Алибасову диагностировали церебральный атеросклероз. Ему грозят деменции, повторный инсульт. Значит, СМИ позвонили Барри, чтобы выяснить все подробности о его состоянии. На трубку взяла его супруга Елена Калинина. Она опровергла все эти слухи и сказала, что это неправда. У них прекрасный образ жизни и все хорошо. Ну и супер. Как-то кажут неправда и неправда. Двигаемся дальше. Три женщины, к сожалению, погибли при попытке прочистить засорившийся унитаз. Ребята, 60-летняя женщина вместе с двумя дочками пытались прочистить унитаз при помощи серной кислоты. Я не знаю, откуда им вообще эта гениальная идея пришла. И каустической соды, они серьезно просчитались, потому что в туалете не было нормальной вентиляции. Токсины пара скопились и стали, в общем, опасными. Одну из отравившихся нашли уже, как вы поняли, без признаков жизни. За жизнь дочерей боролись врачи, но безуспешно. Пожалуйста, я, конечно, понимаю, не знаю, что там у них произошло с унитазом, что они до такой степени решили кислотой его прочищать. Но будьте, пожалуйста, аккуратны. Все это очень-очень опасно. Спустя почти два года молчания в Инстаграм вернулась, знаете кто? Самая романтичная, так сказать, мошенница Анна Делви. Мы как-то о ней говорили, изобретая Анну на Нетфликсе сериал, если кто-то хочет, посмотрите на реальных событиях. В общем, фейковая наследница немецкого миллиардера, она же Анна Делви, Анна Сорокин, если мне память не изменяет, так ее настоящая фамилия снова, демонстрирует свою тихую роскошь, старинные автомобили, все как обычно. Я так понимаю, что есть такое понятие, знаете, как там говорят, горбатого могила исправят. Вот если она уже раз в эту жизнь вошла, то вряд ли она уже остановится. Я думаю, это вот буквально там может быть годик-два, и снова мы увидим очередные какие-то подробности из жизни Анны Делви. Но если кто-то не смотрел изобретая Анну, рекомендую, очень даже интересно. А Нетфликс закончил снимать финальный сезон сериала «Ю, ты, ты». Да, очень, говорят, хороший сериал, высокий рейтинг я видел, но я его не смотрел. Так вот, по сюжету главный герой возвращается в Нью-Йорк, где все начиналось, и влюбляется в таинственную писательницу Бронте, которую играет Мадлен Брюер из рассказа «Служанки». Но я не буду дальше ничего рассказывать, потому что, еще раз говорю, в сериал говорят супер, мне его тоже рекомендовали, я его не смотрел, как-то начинал. Может быть, меня как-то отталкивает главный герой. Вот что-то меня этот актер, он меня отталкивает. Я не могу это объяснить, почему. Но вот бывает такое. Наверняка, может, у вас тоже такой жизни бывало. Вот понимаю головой, что будет интересно. Вот смотрю на этого актера, он меня прям раздражает. Я ничего не могу с собой поделать, я выключаю. Но может, как-то попробую перебороть это. Выпью атаксила, и может, смогу наконец-то осилить. Интересные новости у нас из Литвы на этот раз будут. Значит, там произошла очень интересная история. Житель Литвы обманул Google и Facebook внимание на 122 миллиона долларов. Все это благодаря тому, что он выставлял фейковые счета. Как это возможно, я не понимаю. Вот это, конечно, люди дают. Значит, в период с 2013 по 2015 год он выставлял фейковые счета от вымышленной какой-то компании. И благодаря этому удалось выманить у Google 23 миллиона долларов, а у Facebook 99 миллионов долларов. Где их служба безопасности? Как это возможно? Из большого количества партнеров и счетов компании не проверяли. Ребята, как такое может быть? Его, конечно, разоблачили и приговорили к 5 годам тюрьмы. Обязав выплатить 72 миллиона долларов из похищенных 122. Оставив ему 50 миллионов. Слушайте, прикольно. Слушайте, нормально так. Получается, 122 он с коммунистом. Сделал 72 он вернет. 50 у него останется. 5 лет посидеть. Я думаю, за хорошее поведение выйдет раньше. И жизнь обеспечена. Такой нормальный себе продуманный риск. Теперь я понимаю Анну Деллу и всех остальных. Говорят, что Дуалипа красотка собирается менять фамилию на Тернер. Но это не точно. Значит, ее тут недавно засняли с ее женишочком. Все у них прекрасно. Мне, кстати, они очень нравятся. Такая красивая гармоничная пара. Вот прям я радуюсь, когда вижу такие пары. И она мне очень-очень нравится. Я мечтаю побывать на ее концерте. Вот она мне прям супер. И увидели колечко на ее пальце. Ну, хорошо. Мы только порадуемся. А Иосиф Пригожин неожиданно вступился за право иноагентов, певцов, зарабатывать на прослушивании их песен на российских платформах. Иосиф Пригожин в очередной раз демонстрирует нам, вот знаете, как человек пытается одним шпагатом сесть на все, что только можно. Такой человек, я даже не знаю, флюгер это или кто. Хамелеон, он постоянно меняет цвета. В общем, депутаты осенью собираются рассмотреть закон, который оставят без роялти всех певцов и новоагентов. А Иосиф Пригожин считает, что это кошмар, который переходит в рамки приличия. Ведь пострадают и авторы песен. Помимо исполнителей, есть еще и авторы, которые могут быть непричастны ни к чему плохому. Я вообще считаю, что те, кто начал блокировать музыкантов, перешли черту приличия. Лишать музыкантов права быть, петь песни и радовать людей просто кошмар. Ну, в общем, да, такие красноречивые речи. А что плохого сделали иноагенты, Иосиф Пригожин? Можно ответить на этот вопрос? Сказали, что война это плохо, остановитесь или что? Что плохого они-то сделали? Почему у нас все перевернулось? Как-то непонятно в этом мире. Почему у нас люди, которые говорят, что война это плохо, ребята, останавливайтесь, прекращайте, высказываются, их делают иноагентами, они уезжают, потом их начинают постоянно травить? За что? А те люди, которые кричат, давайте, давайте Украину с лица земли сотрите, они герои. Вы в порядке вообще? Алло, я говорю всем еще раз, кто это поддерживает. Вы там нормальные вообще или как? С каких пор у вас это стало нормальностью? Дурдом какой-то. Ну что, Татьяна Бакальчук, чей развод обсуждают все, кому не лень, назвала своего мужа абьюзером, эгоистом, манипулятором. Дело в том, что она совсем недавно дала интервью Светлане Бондарчук. И что она там сказала? Ну давайте вот коротко, да. Много было моментов, которые сейчас можно назвать эмоциональными качелями, абьюзивным поведением. Но я его все-таки любила. Он отец моих детей. Он где-то говорил, что идеализировал свою жену. Но меня не надо было идеализировать. Я реально была идеальной женой. Хорошо, когда ты отдаешь человеку и взамен получаешь. На этом должны строиться любые правильные отношения. А когда ты даешь, а тебе в ответ не дают, и через какое-то время еще начинают эмоционально бить дубинкой, ты начинаешь понимать, что, наверное, что-то не то. То, через что я прошла, ни одна уважающая себя женщина не осталась бы после этого в такой семье. Вот так вот. Понятно? Поэтому она разводится. А я напомню, что ее развод сейчас обсуждают все, кому не лень. И там половина шоу-бизнеса вписалась в эту всю историю. Зачем-то и начали там публично высказываться. Ребята, не разводитесь. А вам вообще какое дело? Вы что туда лезете? Это чужая семья. Я ничего не понял. Я, если честно, не могу сказать, что я там сильно знаком с этой всей ситуацией. Да, ну вот, коротко так. Напишите, что вы думаете. Что там происходит? Ну, я знаю, что она там, вот этот Вайлборис, ей принадлежит. Она самая богатая женщина в России. И, само собой, развод разводом, а денежки денежками. И там одно с другим очень взаимосвязано. Я думаю, там даже дело не в разводе, а в деньгах. Леонель Майси потребовал 50 тысяч евро у экоактивистов, которые, помните, недавно краской облили его виллу на Ибице. Я вам об этом рассказывал. Ну и, в общем, он не простил им. Подал в суд и требует 50 тысяч евро на то, чтобы восстановить забор. Но имеет полное право. Почему нет? Теперь еще немного новостей про Мэтью Перри. Вы помните, я вам в субботу рассказывал о том, что 5 человек были арестованы. Оказывается, его помощники в сговоре с докторами. Увидели, что у него есть зависимость. Нормально его на это дальше продолжали подсаживать. И в тот день, когда его, к сожалению, не стало, ему, в общем, влупили там какую-то смертельную дозу, после чего он просто не выдержал. А где, собственно, были все эти помощники, которые зарабатывали на нем деньги так цинично? Это ужасно. Я не оправдываю то, что он на этом сидел. Он этого и сам не отрицал. Он писал мемуары, рассказывал, что, да, действительно, у него была жесткая проблема. Она началась, к сожалению, очень рано. Когда он еще снимался в сериале «Друзья», в том самом сериале, уже тогда у него начались проблемы. И, к сожалению, очень долгие годы он с этим боролся. Семья Мэтью Перри выступила с заявлением после того, как пяти людям были приявлены уголовные обвинения из-за его кончины. Вот что они говорят. Мы убиты горем из-за смерти Мэтью, но нам помогло осознание того, что правоохранительные органы отнеслись к делу очень серьезно. И мы надеемся, что недобросовестные поставщики опасных лекарств получат наше сообщение. Получат, конечно. И, наверное, и сроки какие-то получат. Ужасно все это. А французскому киноактеру Пьеру Ришару исполнилось 90 лет, с чем мы его и поздравляем. В кино дебютировал он в 58-м году в эпизодической роли в фильме «Мон Парнаст-19». Всего снялся в более чем 70 фильмах. В конце 80-х Пьер Ришар основал свою компанию «Фиделин фильм». Ришар – автор также еще нескольких книг, в том числе и для детей. Он был трижды женат. От первого брака с балериной Грант-Опера Даниэль. У Пьера двое сыновей. Они стали музыкантами. 90 лет. Мы желаем ему только здоровья. И спасибо за все то, что он подарил нашему миру. Я про его творчество имею в виду. Всемирная организация здравоохранения все больше и больше начинает нам кричать и рассказывать о том, что нужно снова надевать маски. Нужно снова идти делать. Я так понимаю, вы поняли, что. Постоянно сейчас начинает активно вот эта вот тема разгоняться по поводу обезьяньи и оспы. Уже вот и в Швеции там началось, и в Италии. Уже много стран. Людей все больше и больше. Уже закупают какие-то тесты. Ребята, в общем, да. 93 страны уже, где это все выявлено. Так что, я так понимаю, не опять основа. Илон Маск объявил, что закрывает свой офис в Бразилии за угроз судье. Но вы знаете, что там сейчас очень, видимо, рады Маску. В общем, сообщение компании говорится, что накануне вечером судья Верховного суда Бразилии пригрозил представителю Илона Маска Твиттер бывший Икс арестом, если не будут выполнены его цензурные распоряжения. При этом, после закрытия офиса, Илона Маска соцсеть по-прежнему будет доступна всем пользователям из Бразилии, а компания лишь хочет обеспечить безопасность сотрудникам. Ну, как вы понимаете, вот это вот под названием свобода слова, цензура, можно это забывать, убирать. Да, везде, повсюду, в каждой стране по-разному пытаются контролировать, чтобы люди говорили всё как нужно. Старение на паузу. По крайней мере, говорят, что в США таблетки за полгода вылечили 12-летнюю собаку от серьёзного заболевания и вернули другой собаке способность. Хайдить, как это связано. Всё дело в том, что эти новые таблетки удлиняют теломеры, а теломеры – это как защитные колпачки на конце наших ДНК, и чем они длиннее, тем дольше живут клетки. Испытания на людях пройдут уже в 25-м году. К сожалению, Аллен Делон на выходных вчера умер. Он умер у себя дома, рядом со своими близкими. Как вы знаете, последние годы Аллен Делон болел онкологией, страдал от болезни Альцгеймера. В 19-м году он пережил инсульт. Известно, что несколько лет назад он хотел уйти сам с помощью эвтаназии, но, в общем, это всё дело отложилось. И вот, к сожалению, его не стало. Ему было 88 лет. Конечно же, это легенда. 20-го века однозначно. Sex Symbol. Я думаю, что огромное количество женщин сходили с ума по нему. Огромное количество прекрасных фильмов, которые остались. Очень жаль, что его нет. 88 лет. Светлая память великому легендарному Аллену Делону. Филипп Киркоров заказал художнице Дарье Санатиной портрет из собственной ненужной одежды. Ну, как там показали ненужную одежду, я, если честно, даже не знаю, это зачем столько много. Ну, естественно, мастер приступила к отбору материала. Будет картина. Сколько одежды. А тут хочется спросить у Киркорова. Ну, это чисто риторический вопрос. Ну, если столько ненужной одежды, а сейчас вот там в Курске события, да, происходят, почему бы не помочь своему народу? Может, я не прав, не знаю. Ну, понятное дело, что, наверное, не должен. Ну, сам факт. Странно, да. Кому портреты, а кому что в этой жизни. Ну, это так, для понимания, чтобы вы в следующий раз, когда будете тут мне с пеной рта некоторые люди рвать на себе тельняшку и кричать ай-яй-яй, ты зачем на кого-то говоришь? Я людей определяю по их поступкам. Вот и все. Британская группа Coldplay, на концерт которой я просто мечтаю побывать, установила солидный финансовый рекорд в музыкальной индустрии. Их текущий гастрольный тур стал самым прибыльным в истории рок-музыки и принес им уже 944 миллиона долларов. Но это еще не конец, потому что последний концерт пройдет 16 ноября и скорее всего там будет больше миллиарда. И я считаю, что абсолютно заслужено, потому что группа Coldplay дарит нереальные эмоции, так заряжает. Я это чувствую даже через те видео, которые мне попадаются в интернете. И я могу себе представить, что происходит на концерте. И да, те, кто побывали на их концертах, вы счастливые люди. Я представляю, какие у вас эмоции на всю жизнь. И пока нас, я так понимаю, готовят к новой пандемии и говорят, надевайте маски, тесты, вся остальная история. А вот в Великобритании около 14 тысяч человек тем временем подали заявление на получение выплат от правительства. Как вы думаете, за что? За вероятный ущерб, причиненный тем самыми прививками от той самой пандемии. 97% удовлетворенных исков касаются вакцины AstraZeneca и лишь несколько случаев Pfizer и Moderna. Одноразовую компенсацию 120 тысяч фунтов стерлингов или евро уже назначили 175 пострадавшим за побочную реакцию в виде инсульта, сердечного приступа, опасных тромбов, воспаления спинного мозга, чрезмерного отека и так далее, тому подобное. Ну, в общем, комментируйте, ребята. Ирину Хакамаду тоже обманули мошенники. 400 тысяч рублей. Значит, она получила сообщение, сообщение, внимание, от якобы улетевшей подруги в Париж с просьбой занятий несколько сотен тысяч. Ирина Хакамада поверила, не звонила, ничего почему-то не уточняла, просто перевела деньги на счет какого-то другого человека. Вот тоже странная ситуация, да? Взрослые, умные люди странно поступают с такими суммами денег. Кто-то ей прислал сообщение, якобы подруга, переведи, и почему тогда на счет непонятного мужчины отправляет. Ну и, в общем, следующий день она позвонила и выяснила, что это была не подруга. Ну, приехали. Как это все называется, ребята? А Джордж Клуни выставил ужин с собой на аукцион в рамках борьбы за права человека. Старт торгов начался с 10 тысяч долларов, завершится 20 августа. Все желающие могут поучаствовать. Клуни надеются выручить за вечер с собой ну, где-то 60 тысяч долларов. Все деньги пойдут на борьбу за справедливость в отношении нарушений прав человека по всему миру. Да, мне кажется, этих денег недостаточно будет, потому что то, как сейчас это все происходит по всему миру, это ужасно. Ну, а встреча пройдет 24 сентября в Нью-Йорке. Победитель сможет провести с собой гостя, фотографироваться с ним, ну, и пообщаться по душам. Еще одна радостная новость в жизни Аиды Николайчук. Это украинская певица. Когда-то она пришла на X-Factor, покорила нереальным вокалом. Ей 42 года. Она вышла замуж за голливудского каскадера. Помните, я вам как-то давно рассказывал, что она переехала в Америку, познакомилась там с каскадером, и вот уже вышла замуж за него. Тут можно только пожелать всего самого хорошего. А что еще сказать? И напоследок, немного вам розовых таких моментов в жизни, имеется в виду лямурных. Смотрел я, значит, на Зою Кравис, которая рассказывала очень трогательно со слезами на глазах о своем женихе, Ченнинге Татуме. Они вместе, если вдруг вы не знали, все-таки, насколько у них такая любовь. Это прям так чувствуется. И казалось бы, она актриса, он актер. Обычно там все так нестабильно, а здесь прям такая любовь. Но мы им желаем только всего хорошего. Я вообще всем желаю, чтобы каждый человек в этой жизни, все, без исключения, нашли свою любовь. И не важно, что это будет за любовь. Любовь к человеку, любовь к животным. Самое главное, чтобы точно была у всех любовь к жизни нужно любить себя, нужно любить этот мир. И вообще, любовь это прекрасно. Поэтому пусть будет побольше любви в жизни, в головах и в сердце каждого. Может быть, тогда наш мир еще можно будет как-то спасти. На этом основные новости все. У нас будет еще рубрика добра. И поболтаем, не уходите. А перед тем, как перейдем к хорошему, прекрасному, ребят, пожалуйста, поставьте лайк, сердечко, в подубайку. Это все одно и то же под этим видео, потому что мне по факту они, как кто-то скажет, маринованные огурцы не нужны, что мне достаточно вашего внимания, то, что вы приходите. Но для Ютуба они необходимы, поэтому сделайте приятную Ютубу, поставьте лайк и все будут счастливы. И, конечно, подписывайтесь на мой канал, рекомендуйте всем, кому только можно, и всем, кто уже это сделал. Вам огромное от всего сердца спасибо. И вообще, ваше добро я никогда не забуду. Пусть все то добро, которое вы делаете, обязательно возвращается в вашу жизнь, в жизнь ваших близких. Им нужится все это на миллиарды. Ну и, конечно же, отдельная благодарность спонсорам этого канала за то, что вы есть. Это вообще невероятно. И если кто-то желает, вы также можете оформить спонсорскую подписку на мой канал. Также есть PayPal, номер карты, если желаете и можете поддержать, сделайте, не можете, просто смотрим, ставим лайки, это тоже прекрасно. Врываемся в рубрику добра. Погнали. Удивительная история о том, как дикая индейка просто сама пришла на порог к этим людям. Причем она не была ранена, она была абсолютно здорова, все в порядке, люди не поняли, что происходит, что случилось, почему пришла, откуда пришла. Сама пришла, вот она решила остаться. И осталась, представляете, подружилась с Хвостиком, который там живет, с людьми, просто стала лучшими друзьями. Так никто и не понял, откуда она пришла и что это значит, но люди ее не стали прогонять, оставили, а так вот они живут теперь все вместе. Вот такая вот домашняя питомица, вот эта индейка, которая сама себе решила найти дом. Ученики средней школы спасли котенка, подростки услышали жалобное мяуканье прямо на уроке, но никто не мог понять, откуда исходят звуки. Выйдя на улицу, они обнаружили малыша на вывеске у входа в школу. Ребята не растерялись и быстренько все проделали, чтобы котику помочь. И сплоченная команда, естественно, привела к хорошим результатам. А вот так выглядит начало дружбы. Вы, собственно, можете посмотреть. Просто поселились люди со своим хвостом, а через забор другой хвост. Все. Вот так вот лучшие друзья и нашли друг друга. Сначала даже не подозревали, что их жизнь может так хорошо измениться. Сначала были соседями, а теперь стали друзьями. Редкий краснокнижный пингвионок вылупился. И это прекрасное яйцо пингвина появилось в конце апреля. Мама и папа по очереди высиживали его в течение 42 дней. Пол малыша пока неизвестен, но это не важно. Самое главное, что он здоровый, редкий. Очень не хотелось бы, чтобы он был редким, но самое главное, что с ним все хорошо. Ну и напоследок вам еще немного милоты. Такой вот маленький дикобразик спасенный. Посмотрите, как он хрустит, кушает. Вообще прям милота, да? Ну потом, конечно, у него, знаете, я тоже называю нас немножко в этом смысле дикобразами. Мы когда рождаемся, мы такие все мягкие, да, вот такие все нежные, наивные, а потом с годами уже колючки начинают вырастать. Вот мы по жизни как дикобраза, честное слово. Короче, с дикобразом все хорошо. Людям, как всегда, спасибо. И на этом рубрика Добра. Все. Давайте еще немного поболтаем, не уходи. Так, во-первых, сразу хочу вам посоветовать, тут я недавно посмотрел, значит, мини-сериал и фильм. Причем, фильм вообще меня удивил. Сейчас объясню. Давайте с сериала начнем. Сериал «Татуировщик из Освенцима». Я думаю, название само за себя говорит, это реальная история. Я, конечно, в очередной раз впечатлился, но вы тут сами уже решайте, потому что сразу предупреждаю, что как там, где слово «Освенцим», вы понимаете, что там легкого ничего не будет, но история реальная, и я бы даже сказал в какой-то степени история про любовь. Про любовь меня она очень впечатлила, честно, и вызывает очень много эмоций. И я недавно случайно наткнулся на фильм под названием «Чтец». 2008 года. Я такой думаю, а как это так? Я этот фильм вообще пропустил. 2008 года. Главной роли там Кейт Уинсла. Великолепная. В очередной раз убеждаюсь, насколько же она гениальная актриса. Вот честно, ребята, в этом фильме, мне кажется, и «Титаник» просто отдыхает, потому что в этом фильме она какая-то невероятная. Да вообще, она везде крутая. Я скажу так, я когда начал смотреть этот фильм, я не буду рассказывать о чем он пришел. Просто кто видел, тот видел. Кто не видел, вам так же повезло, как и мне. Вам точно понравится. Посмотрите. «Чтец». «The Reader». Вот. Начиналось все по одному, а потом вдруг необжиданный поворот в этом фильме, и я такой, ого, ничего себе. И он у меня вызвал такие вот, я даже не могу объяснить. Я не могу это объяснить, вот эти какие-то свои чувства, эмоции. Но я хочу, чтобы вы обязательно посмотрели этот фильм. Поэтому вот вам две рекомендации от меня. мини-сериал «Татуировщик из Освенцима». Если кто-то еще вдруг, как и я, не видел. Фильм «Чтец» 2008 года. Главный ролик Кейт Уинслетт. Обе истории шикарные, и я думаю, вам понравятся. Вот, что вам еще рассказать? Расскажу вам следующее. Я, значит, в воскресенье или в субботу, я не помню. На выходных я выходил из дома. Я как раз шел, и две девушки ко мне подошли. В общем, так неожиданно. Я, короче, в телефоне искал, где самокат можно взять, чтобы подъехать в определенное место. А тут две девушки ко мне подходят и говорят, а можно мы у вас возьмем интервью? Я такой, стоишь, что такое интервью? Я не знаю, кто. Ну, это, наверное, там какие-то инстаграм-блогеры или тик-ток. Я так и не понял. Они там снимают какие-то мини-интервью, какие-то вопросы. Ну, я так понимаю, какие-то вот эти опросы из разряда сколько денег вам надо, как вы там, на то, ну, все. Я такой говорю, о, не-не-не, я говорю, пожалуйста, не надо. Я такой думаю, ничего себе. Интервью они мне хотят взять. Знали бы вы, кто я, девчата, кто я, кто я. И вы, просто. А в 18 этаже же вот тоже себе тут придумал. Включил режим Артема Пивоварова, поверил в себя. Так все, успокаиваемся. Вот. Так что, да, повеселили они меня. А больше всего меня повеселил, знаете, кто? Ребенок, как обычно. Вся эта ситуация произошла, естественно, в магазине. У моей подруги, которая здесь работает. Захожу, значит, в магазин. Естественно, покупатели приходят, уходят. Тут зашла мама с сыном. Не знаю, сына может лет 7-8. Ну, такой вот веселый, активный ребенок. Что-то они там брали, я так и не понял. А он такой, увидел Барни, это, значит, Барни, это типа бисквит, что-то детское. Ну, в общем, сладости детские Барни. Я думаю, мама меня услышит и поймут. И он такой, Барни, так тихонечко говорит. Ну, мама стоит, ой, я так обожаю Барни. Вы даже не представляете. Очень люблю. Мама такая поворачивается, удивлена на него, говорит, в смысле? А почему ты мне об этом никогда не говорил? Он такой, ну, мама, ну, вообще-то это секрет, если что. Мы упали. Она говорит, так ты мог бы мне сказать, но у меня должен же быть секрет. Вот я тебе по секрету говорю, что я очень люблю Барни. Она говорит, а я все эти годы даже не стала и не покупала. Ой, короче, мы так улыбались. Но знаете, я вам рассказываю это одно, но если вы видели вот эту реакцию мамы, ребенка, и это вообще, это просто не передать словами. И, значит, они там купили что-то и ушли, а потом где-то минут через 20 он прибежал в магазин покупать еще какие-то сладости. У него было, по-моему, 100 гривен. Он говорит, а сколько вот это стоит? Ну, ему говорит, моя подруга, 83 или 85 гривен. Он такой взял, смотрит на что-то еще, то ли Марс, то ли Сникерс. Такой, угу. Я понимаю, что он хочет взять и то, и то. Ну, думаю, да, мама вот это ему разрешила, столько сладкого сзади за вечер съесть. Он такой, ну ладно, пожалуй, не надо. Обойдусь только вот этим. Хотел еще, но подумаю, ну, как же он сказал? А, ну, не буду наглеть, не буду наглеть, поэтому хватит этого. И пошел. Короче, ребенок нас повеселил. Он еще сам по себе такой, я не знаю, как это, вот знаете, дети бывают какие-то живчики, какая-то энергетика, свет какой-то от них идет. Они прям заряжают. Им он такой, прям, блондинистый, светло-светлый, он такой смешной. Короче, он сделал наш вечер, и мы ему благодарны за это. А еще мой, кстати, вечер на выходных сделал, я уже говорил, да, когда мне тут начинают некоторые писать, ой, ты задолбался своим вот этим выклянчиванием лайков. Я больше не буду, ничего, кстати, забыл. Я буду действовать по методичке, я же смотрю там разных политологов, и один такой, знаете, значит, говорит, ребят, если вы хотите быть здоровыми, если вы хотите жить, подписывайтесь на мой канал. Я вот это, ты как услышал, я прям взял и подписался, еще и лайк поставил. Думаю, ого, а так можно было, да, почему я вот это все ходил, тут, понимаете, не знал, как зайти, с какого угла, слева, справа, поставьте лайк, пожалуйста. Она просто мотивирует людей, хочешь быть здоровым, хочешь жить, поставь лайк, не хочешь, тогда твое личное дело. Все, и сразу на меня сработало, я подписался. Ну, конечно, мужчина меня повеселил, сделал тоже мой вечер. Короче, люди все-таки умеют иногда поднимать мне настроение. И еще немного по поводу, вот, я там иногда комментирую каких-то экспертов, там вот эту тему обсуждаю, да, вы знаете, что я это смотрю, и мне там люди пишут, ну, у вас же не политический канал, давайте без этого, ребят, я вообще-то на своем канале не обсуждаю политическую ситуацию в мире, в стране, если вы не заметили. Я разговариваю с вами про медийных людей, и то, что происходит между ними, а я это вижу, и там происходят срачи, и все так далее, это тоже для меня все тот же шоу-бизнес, извините, но по-другому я их не воспринимаю. И я здесь говорю не про политическую ситуацию, какую-то аналитику провожу, я вас не прошу и не призываю к этому, я лишь всего лишь говорю, а что вы думаете про того персонажа или того, потому что именно персонажа, как и членов, там, не знаю, этих шоу-бизнеса, именно туда я всех и отношу. Это мое субъективное мнение, но у вас всегда есть выбор и право. Хотите, высказывайтесь, хотите, не высказывайтесь, но только, пожалуйста, не путайте обсуждение медийных персонажей, которые там что-то вещают, и серьезную тему, как политика и экономика. И я ее не буду здесь освещать по одной простой причине, потому что я в этом ничего не понимаю. Я могу, как обычно, обыватель что-то говорить, какие-то свои думы высказывать, но на полном серьезе вот это включить режим знатока и вещать, обсуждать, и предсказания делать, я уж точно не буду. А почему мы не можем пообсуждать того же Арестовича или еще кого-то? Очень даже можем. Они все шоу-бизнес, извините, там такие срачи у них происходят, но об этом уже в других эфирах. Поэтому надеюсь, я внес ясность, чтобы вы не путали одно с другим. У нас все-таки здесь шоу-бизнес, а они для меня часть этого шоу-бизнеса, несмотря на то, что они вещают про другой контент. Но ведут они себя именно так же. Вот и все. Но, напоминаю, вы можете со мной так же и не соглашаться. На этом я заканчиваю свою болтовню. У всех, у кого сегодня день рождения именины, от всей души с вашим днем. И помните, что бы как бы не было, а вы обязательно должны и обязаны, и я вам всем желаю быть счастливыми, любимыми, желанными, чтобы у вас все в жизни складывалось даже не так, как вы хотите, а еще лучше. Побольше вам путешествий, приятных, незабываемых сюрпризов, эмоций и всего только хорошего. И хороших новостей всем нам с вами. И мирного неба над головой. Остаемся людьми. До завтра. Пока-пока.